Это бывшая улица Шассийная. Почему Шассийная, потому что сюда крестьяне привозили на оптовый рынок продукты своего производства, яйца, зерно, муку и тому подобное, овощи, фрукты. Но мы сюда пришли, чтобы не из-за этого. Этот дом, этот дом, мало того, что он был в более ранние времена прибежищем террористической организации Народников, в 30-е годы здесь был Тарксин. Вообще в городе было всего 4 Тарксина. Это консульский квартал, консульский. Вот знаешь, где Наваринская, Наваринская, Большая Морская, ну там дома греческого консула, там мальтийского консула и так далее и тому подобное. Да, там был второй. Третий был на старом ЖД вокзале Тарксин. И четвертый, если мне память не изменяет, в здании, ну он сейчас не сохранился, его немцев взорвали, сейчас он перестроен. В здании администрации торгового порта. Тарксин, ну вот все коммунисты, которые, ну не только коммунисты, но и народ, который ностальгирует по советской власти, по советской власти о том, как было хорошо, они не любят вспоминать эту страницу истории. Просто стараются не вспоминать. Это, вот Тарксины, это время, это время. Валютных операций молодого советского государства. Вот и дрова полные были. Вот представляешь, в 18 июля 1930 года в Москве образовывается небольшое управление наркомати внешней торговли, внешней торговли, которая отвечает за торговлю с иностранцами, за валюту. За валюту. То есть, тут есть там 3-4 магазина и создано целое управление чиновников. Потому что знаменитый Елисеевский, он тоже стал троксином. Тогда вот. И вот это управление существует год-два, год-два. Он дает какие-то доходы, какие-то доходы. То есть, там продают то, о чем советские граждане даже мыслить не могут. Там Северилгу, икру, и прочие дореволюционные дела. То есть, там продают все то, что иностранцы могут купить за валюту. Меха, драгоценности, золото там и так далее и тому подобное. И вот это все существует, существует где-то примерно полтора года. И потом наступает 1931 год. И советское правительство решает то, что надо оплачивать валютой. Все гиганты, гиганты, пятилетки, индустриализации. Что они делают? Они начинают эти торксины распространять по наиболее крупным городам. Николай впадает в это число. Здесь было 4 торксина, которые я перечислил. Торксин – торговый синдикат по торговле с иностранцами. Но торговля с иностранцами уходит на задний план. И на первый план выходит идея торговли за бытовое золото. Естественно, здесь-то не Елисеевский магазин. Здесь керосин, крупы, макароны какие-то там, какая-то картошка, овощи и так далее и тому подобное. Начинается голод в 1932 году. И вот эта вот торксиновская раковая опухоль, она начинает распространяться по всему корабельному краю. То есть вот идет там 4 обоза с мукой, с маслом подсолнечным, еще с чем-то, еще с чем-то. То есть вот со всеми необходимыми продуктами, со спичками. Вот она приезжает в какой-то братский район. Братский район, так сказать. И вот люди несут, люди несут последние нательные крестики, последние обручальные кольца. Обручальные кольца там взвешивают. И, так сказать, на этот вес, вернее, на эти караты, им дают продукты. Никто не хочет умирать, никто не хочет умирать. Все несут, несут. Вот ты снимала передачу когда-то с Сергеем Сергеевичем Макарчаком по поводу реабилитированной истории Николаевской области. Вот он там издает там. Ну, по-моему, 6 томов издал. И вот там есть документы, есть документы в Плющевке Баштанского района убили двух экспедиторов, разграбили обоз крестьяне. То есть у них не было уже последних крестиков, последних обречальных колец. В Грыгово расстреляли всю охрану и полностью, так сказать, вынесли вагон с мукой. То есть люди голодали, голодали. И поэтому вот такие вот экспедиции, экспедиции Тарксиновские, они были по территории нашего корабельного края. Ну, вот с 1932 по 1934 год их насчитывалось 184. Да. В деревне боялись заезжать. То есть открывали палатку в поле. Открывали палатку в поле. И вот стоял там какой-то наряд милиции. Люди приходили, сдавали последнее золото, получали там свой мешок муки. Мешок муки, так сказать, и отпозили домой. Все дело в том, что вот за эти два года, два года, это не я придумал, это опубликованы в папке «Полюсбюро» в 2007 году. За эти два года Тарксин, как добытчик валюты, государственный бюджет, он вышел на четвертое место. То есть сначала было экспорт нефти, экспорт зерна и экспорт леса. Потому что ничего не покупали у Советского Союза больше. А вот Тарксин, как добыча валюты, вышел на четвертое место. То есть он в отъеме, так сказать, последних денег, последнего золота на черный день у советских граждан. В 1933 году он вышел на первое место. Вообще, вот. У меня есть гениальный студент, который написал. Гениальный студент по одной простой причине. Дмитрий Войцетовский, это профессор МГУ. Он написал целую монографию. Валютные хроники социалистической индустриализации. Он посчитал, за два года 64 тонны золота взяли у населения. То есть были революции, гражданские войны. Было там, что еще население прятало на черный день какие-то драгоценности, какой-то антиквариат и золото. И вот благодаря этому искусственно организованному голоду по всей шестой части суши удалось взять 64 тонна золота. У меня в башке остались цифры. В Братском районе 24 килограмма взяли вот эти вот лабазы. То есть вот за эту муку там, за это подсолнечное масло. В Снегиревском 19. В Новобухском 34 килограмма. В городе Николаеве знаешь сколько? 204 килограмма золота во время голода 1932-1933 годов. Знаешь? Вот эти вот 64 тонны золота. Это вообще вот Тарксхиновская махинация советского правительства. 64 тонны золота. Это построены, то есть купленное оборудование для Днепрогресса, Уралмаша, Сталинградского тракторного завода, Кузнецкого металлургического завода, Кузнец-Строя, Магнитки, Магнитогорского завода, Харьковского тракторного завода. То есть все вот 10 таких вот самых популярных гигантов социалистической индустрии были построены, были построены на эти деньги. То есть вот на последние слезы там, на последние капли, то, что вот у народа было. Но дело даже не в этом. Это оказалось настолько привлекательным, настолько привлекательным, что возникла идея, вот когда был голод 46, 47, 48 годов после войны, возникла идея повторного. То есть Тарксины умерли, они там стали где-то чахнуть там. То есть это действительно была уже потом торговля с иностранцами. Так вот возникла идея в 46, 47, 48 годах сделать такую же самую операцию. Вот было 4 совещания в Политбюро, и уже эту проблему и с той стороны, и с той стороны обсасывали. И так, и так, и так. Потом посчитали. 24 миллиона человек умеют обращаться с оружием. Умеют обращаться с оружием. А еще 50 миллионов жили во время оккупации, и все по барабану. То есть если еще раз вот так обманут, обманут, то просто вот, ну, я не знаю, там начнется стихийный бунт Пугачевщина, который никакими войсками не подавить. То есть вот от этой идеи отказались в 48 году. Но торксины живы. Торксины живы. И до сих пор, вот мы живем в либеральном обществе, в либеральном обществе, у нас есть магазины, у нас есть магазины, которые торгуют по каким-то, по каким-то, сейчас дефицита нет, да? Вот такого реального. Но есть магазины, где заоблачные цены, заоблачные цены, это та же самая валюта. Та же самая валюта. То есть либеральное общество, которое, так сказать, живет на купле-продаже, она, вот, главная цель продать, всучить, там-то, то есть в принципе, в принципе, мотивации нет организовывать магазины с дефицитными продуктами. Дефицит, собственно говоря, вообще как такового, не существует. Вот что ты хочешь, что у тебя в башке там появилось, тебе есть деньги, ты можешь купить, по большому счету. Но идея до сих пор живая. Идея до сих пор живая, и она реализуется, реализуется в скачках, в скачках валютного курса. Это все на уровне правительства, там, на уровне каких-то там высоких чиновников, и так далее, и тому подобное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова